Здравствуйте! Это программа подробностей. 14 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил в Рязани храм во имя Святого Иоанна Кронштадтского. Это самый крупный храм, построенный в Рязани немного, немало за сто лет. Сегодня у нас в гостях архитектор этого храма, отец Константин Камышанов. Здравствуйте, батюшка! Собственно говоря, давайте начнем немножечко с истории, как этот храм появился все-таки с момента его задумки до момента освящения его Святейшим Патриархом. Прошло не так уж много времени, это если в ретроспективе смотреть, а для вас, как для одного из создателей, храмы, наверное, это все-таки целая вечность, каждый день тянулся. Ну, знаете, любой храм имеет предысторию, такую административную, строительную и внутреннюю, духовную. Дело в том, что наша церковь подошла к такому моменту, когда она почувствовала, что силы после этого коммунического озарения восстановились, и кроме кирпичей, создания инфраструктуры, необходимо заниматься миссией. И этот храм является отражением того, что мы решили попробовать провести такой, ну, как социальный или миссионерский эксперимент, создав объект, в котором бы не только проходила служба, но и происходила миссия. И когда мы стали обозревать нашу культуру, наш опыт миссии, первым делом, конечно, вспомнили об Иоанне Кронштадтском. Этот человек был открыт всегда народу, и тот храм, который построен был по его благословению в Петербурге, как раз был предназначен для миссии, был пробным шагом. То есть в этом храме 12 апостолов на Карповке много помещений, как раз предназначены их не только доступны для того, чтобы туда могли прийти люди, с ними могли поговорить, они, возможно, получили медицинскую помощь, они могли просто поесть, и, конечно, там донести Слово Божие в таком живом формате живого общения. Ну, действительно, очень необычный для Рязани храм получился. Я, во всяком случае, в Рязани, да и вообще в России-то мало где такое видел, да, что службы непосредственно литургии проходят на третьем этаже, а первый этаж, второй этаж отданы, скажем так, под нетипично храмовые помещения. Ну, обычно сегодня функционирование церкви или там прихода, оно не может заключаться только в ритуале, только в богослужении, потому что патриарх Кирилл говорит о том, что если священник просто отслужил и ушел, не общаясь с пастрой, то это будет профессиональное преступление. И поэтому к службам сегодня всегда стараются применять пространство воскресной школы общения. Но если раньше в городе земли было много, и мы могли вокруг храма сделать дополнительные какие-то постройки, в которых могло происходить общение с детьми или с прихожанами, то на данном участке этого не было. И поэтому пришлось все это собрать и вытянуть вверх. Но для удобства, вы еще забыли один храм, там, в цоколем этаже, там будет находиться крестильный храм. И нам захотелось сделать в городе единственное такое место, где бы крещение происходило как чрезвычайно торжественный, такой грандиозный факт жизни человека. Потому что и для этого мы решили посвятить целый храм. То есть не маленькую комнатку, не маленькую купель, а вот просто отдать храм, чтобы человек понимал, что он, входя в этот мир, входит именно в пространство церкви, во вселенную. Потому что идет служба, и человек, который принимает крещение, он уже понимает, что он находится в центре церкви. На него смотрят бог, на него смотрят священники. И он очень дорог. Каждый человек дорог церкви и богу. И вот тем, что мы отдали этот храм под обряд крещения, говорит о том, как бы, ну, о внимании к человеку. А еще ведь целый ряд помещений и под столовую, да, для неимущих отдан, и под образовательный центр. Вот это все уже начало функционировать? Вы знаете, вот после приезда патриарха только все начало функционировать. А, значит, как это будет? У нас в советское время этого опыта не было. В Москве есть волонтерские службы, которые работают, ну, допустим, с бомжами, инвалидами, людьми с ограниченными возможностями. И я знаю, что некоторые священники уже ездили в Москву и получали там опыт. Но я и сам бывал в таких акциях в Москве, вот на автобусе «Милосердие». И поэтому вот сейчас то, что мы получили в процессе общения с нашими друзьями из Москвы, с тем, что мы действительно по сердцу хотим как бы быть с народом, мы посмотрим, как это будет реализовываться. Поэтому, ну, как всегда, первое что-то, это всегда трудно, необычно, но это очень хочется сделать. Отец Константин, я еще на какой аспект обратил внимание? Храм находится, ну, по сути, в центральном месте. В центральном месте микрорайона и в одном из, в общем-то, знаковых мест города. Это действительно прецедент. Раньше на Руси всегда церковь была, самое высокое здание в селе, это была церковь. Сейчас, как бы, ввиду нынешних реалий экономических, да, с землей, что называется, напряженка. А тут, ну, такой приличный, что называется, кусок земли в центре города, в знаковом месте, здорово. Ну, я думаю, что это продолжение таких европейских традиций городостроительства. Дело в том, что, ну, во всей Европе, когда, ну, человек приезжает в Европу, увидит, что это пространство создано для человека, ну, удобное, комфортное, потому что, ну, все, кто был за границей, отмечают, что эти страны часто сделаны для людей. И в градостроительном плане такая уютность европейских городов связана с тем, что на ключевых знаковых местах городов поставлены те объекты, которые выражают, там, дух народа, выражают, как бы, социальную концепцию или, там, отражают общественный договор между государством, там, и народом. То есть это часто театры, цирки, ратуши, муниципалитеты, библиотеки. И у нас как-то в советское время такая традиция продолжалась. То есть ставили библиотеки, ставили театры, как вот на улице театральные. А в перестройках у нас все получилось с ног на голову. То есть на самых лучших местах мы увидели двухэтажные ящики дикси, глобусы. То есть это, по сути, такие страшные, страшные объекты, в которых одна дырочка для народа, а вторая дырочка для денег. Такая волшебная шкатулка, где нет ни окон, ни двери, но получаются деньги. И вот эти места стали появляться на доминантных точках. И это стало говорить о том, что общество и его сознание коммерциализировалось. И то, что церковь появилась на знакомом месте, говорят о том, что руководство города как-то там прямо или интуитивно поняло, что это путь в никуда. Потому что общество, там, потребление или там в том месте, как бы сказать, ну, в народе говорят, торгашей, это ненормально, так не должно быть. Потому что, опять вспоминая опыт Европы, большие супермаркеты всегда находятся на окраинах городов, и они не доминируют, и они не портят там окружающие, потому что на улице Новоселов, там, в зеленом массиве появится дикси. Опять играют котлован, опять какой-то там убьют скверик. И, в общем-то, ладно бы еще какой-то объект, такой арт-объект появился, там, как Гауди или что-то такое интересное, там, современное, то и появляются обычные такие фанерные ящики. Типовые постройки. Да, страшненькие. И вот по поводу озеленения. Когда мы запрашивали этот участок, ну, проходили публичные слушания. И было очень такое большое внимание зеленых, и предполагалось, что пострадают лиственницы реликтовые. Ну, реликтовые – это те, которые росли до ледника. Да. И эти лестницы, которые росли до ледника, почему-то они растут через 6 метров. И в результате мы не срубили ни одного дерева. И там были небольшие кусты, жимолости, и, по-моему, какой-то еще такой невысокого кустарника. То есть, пострадал только кустарник. Но мы, в общем, туда, так, как бы сказать, ювелирно вписались в эту площадку. И мы, как бы, довольны, что власть нам, город, поверила, что мы не испортим этот угол, а сделаем его более интересными. Ну, вы знаете, сквер возле ДК молодежи, а сейчас это уже сквер возле храма Иоанна Кронштадтского, он просто вторую жизнь, на мой взгляд, обрел. Такой он был неказистый, и маргинальные элементы всякие собирались. А сейчас, ну, вот буквально на днях там проходил, ну, просто вот душа поет, что называется. Здорово. Действительно здорово стало. Здорово. И, вы знаете, у нас была тема, этот сквер сделать закрытым. То есть, при слове «закрытый» все очень резко напрягались и говорили, что церковь хочет себе сделать такую площадку для прогулки священников или монахов. Но тема была другая. Дело в том, что в Петербурге многие парки на ночь закрываются. Даже те небольшие скверики, которые находятся на Петроградской стороне между домами, они начнут думать, что ночью нормальному человеку делать. Мы предполагали, что закрываться будет часов в 10-11 вечера, когда все добропорядочные граждане дома, а откроются часов в 6. То есть, это бы убрал какую-то там таком оригинальную составляющую. И в то же время, то есть, парк был чистый. И действительно, если сегодня посмотреть на парк, там мамочки, дети. Он живой парк. Потому что до этого он был заросший, там было несколько лавочек. Да, были тоже мамочки. Но сегодня он ожил весь. И когда иногда бываешь со строителями, люди понимают, что ты имеешь отношение к какой-то парку и церкви, они подходят и благодарят. И это благодарность такая массовая. То есть, это не один человек. Спасибо, отец Константин. Я тоже вас благодарю за прекрасный храм и за прекрасный сквер и вообще за украшение нашего города. И надеемся, что этот сквер и этот храм не последний. Совершенно верно. Отец Константин Камышанов, архитектор храма Иоанна Кронштадтского в Рязани, был сегодня гостем программы «Подробности». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!